Девушки отдыхают Да, ты каждый день открываешься мне Все в новом и новом свете Ай! Ай! Никак не могу привыкнуть Что при отце-враче Он так болью уколов Да, очередной парадокс жизни, дорогая Папа, да какой это парадокс Кеня, похоже, от своего отражения в зеркале В обморок падает Элина, разве так можно? Он же твой брат, ты должна любить его Я леплю из него настоящего мужчину Я понял Возвращаемся к старому проверенному способу Ну да, а что делать? Ну-ка иди сюда Снимай штаны Шприц Снимай штаны, Иннокентий Иннокентий Добрый день, Яна Александровна Вызывали? Да, Сонечка Ну, скажи, пожалуйста Как там у нас дела идут С нашим детским телеканалом? Яна Александровна Даже не знаю, с чего начать Мне так не хочется вас расстраивать Ты меня пугаешь Ну, говори, что там случилось Я уже столько раз пожалела Что мы с вами затеяли сотрудничество С этой неблагодарной Необязательной компашкой Это совсем не те люди С которыми вам стоит работать Подожди, в чем проблема? Первые передачи показали Очень хороший рейтинг Ну, они совершенно безответственно Относятся к делу Они неорганизованы Всегда опаздывают У них даже нет системных знаний в бизнесе Я считаю, что нам надо пересмотреть Условия контракта и партнерства Ну, что ж Я сейчас уезжаю на одну неделю из командировки А когда вернусь Мы с тобой встретимся И ты мне аргументированно доложишь обо всем И смотри за ними И если что, мы пересмотрим Условия договора Самое востребованное В женском окружении Четверка друзей Академии Яны Рудковской Это не только великое будущее российского футбола Но и такой перспективной науки Как астрофизика Бурные переживания Из-за провала нашей сборной на Евро-2012 Заставили их умы Денно и ночно трудиться Над секретными исследованиями На базе нанотехнологий И физики небесных тел Эта таинственная разработка По их задумке Должна была вывести Отечественный футбол в мировые лидеры На много лет вперед Сколько раз тебе объяснять Бей мяч под углом альфа Синус, который равен одной второй Ева, я тебе миллион раз говорю Ну, играй ты у себя Не надо сюда лезть А миллион-то сколько? Вот столько? Нет, это намного больше Настолько, что я уже устал повторять одно и то же Здесь взрослые Серьезные дяди Решают Судьбу России А мама сказала Пока ее не будет Ты должен с нами играть А я сказал Не надо нам мешать А ну Дуйте быстро отсюда Ой, мальчики А что это вы делаете? Ой, какие-то вам не зеленые человечки А я знаю, кто это Это инопланетяне Дай Дай И космический корабль у вас какой-то некрасивый Вот так намного лучше Что вы сделали? Это были данные научно-секретного эксперимента Секретики? О, я люблю секретики Ой, кадр один, дубль один Скандалы Интриги Расследования С вами я Самая привлекательная и обаятельная Анастасия Борисовна Попошеногодки, дорогие телезрители Мы попали в подполье научной лаборатории Не давай Не давай С ума сошли Аккуратней Не урони Положи на место Она стоит больше, чем твоя жизнь Не дай бог с ней что-нибудь случится Хорошо Но только если вы нам все расскажете Про ваши секретные эксперименты Итак, мы само внимание Но вы должны поклясться, что эта информация не выйдет за пределы этой комнаты Хотя бы до того момента, пока мы не запатентуем эту разработку Если нарушим клятву Нам, звездам Амура, побеги не знать стрел Амура Если клятву нарушим Не будем как сейчас классными и прикольными А станем блондинками, береги троллями Ладно, так и быть Не понимаю, где все Уже три часа, а никого нет Хотя уроки уже давно закончились Соня, ты точно всем напомнила, что планерка был третьего? Я не только всем напомнила Я еще всем по пять раз повторила Потому что Амир сказал, что это очень важное совещание Мы должны решить, что будем выпускать в эфир в эту субботу Слушайте, а мы здесь еще долго сидеть будем? Ну, наконец-то! У нас же совещание! Я все равно долго Сейчас я не сильно окаживаю Я не могу поговорить Лена, ты где? Повыходи Пока, Трофия Девочки, с Леной что-то страшное приключилось Я ничего не поняла, но она совсем не может говорить Какой ужас Наверное, это какая-то жуткая болезнь Просто катастрофа Странно все это Надо же, сто лет ее знаю и ни разу не помню, чтобы она заболела Она же ходит с родителями закаляться Привет, Маш, что случилось? Почему ты до сих пор не в офисе? Что-что? Такой гул, ничего не слышно Как в аэропорту? Улетаешь? Куда? Так неожиданно? В общем, Маша тоже не будет Ей пришлось ехать с родителями к родственникам Там какие-то проблемы Я только ничего не поняла В общем, вернется, расскажет Я уже боюсь дозвониться Алине Ладно, все ясно С вами каши не сваришь Пойду поработаю пока Я часа два здесь убираться буду Если что, звоните Погоди ты, мельтешить Как раз твоя идея насчет субботнего эфира Это единственное, что мы можем сейчас рассмотреть С ребятами или без Нам все равно надо выходить в эфир Это просто катастрофа У меня аж голова разболелась Нямочки Да ладно, не паникуйте вы раньше времени Мне не из такого выкручиваться приходилось Что-нибудь придумаем Ладно, так и быть Тените ли тесто, жених и невеста? Да что же это за наказание на мою голову? Ева, где Гриша? Почему он тобой не занимается? Да он в Плейстейшн рубится А я буду с вами Так иди и скажи ему Если он не будет тобой заниматься Ставим, мы больше никогда не дам свой Плейстейшн А кто из них твоя невеста? Вот это? Или вот это? А это красивое Давай мы тебе задали уважение Ева, сама же не знаком хочешь Одна составь в покое На ком хочу, а на ком я хочу Нужно подумать Так вот иди и подумай Ну рассказывайте уже Вряд ли вам известно Что в 2018 году Финал чемпионата мира по футболу Пройдет в России И это впервые в истории человечества Это жутко круто Нельзя допустить Чтобы наши футболисты У себя же дома Ну в общем мы должны им помочь Для этого мы сейчас работаем Но очень важным секретным проектом С созданием мяча не промахайте Бью, бью и буду бить В любую сторону А мяч все равно летит в ворота противника Удар Го! И самое важное Мы уже в шаге от успешного завершения Этого грандиозного проекта Го! Девочки Вы не представляете Что со мной случилось У меня тройка по истории А что самое смешное Я вышла к доске Я прекрасно знала эту тему Но Как будто бы язык Парапарапарапроглотила Не пей, не пей, не пей, не кукареку У нас тут проблемы Куда хлеще Твоей дурацкой двойки И главное Что из-за этой дурацкой Для вас двойки Мама не отпустит меня к вам На телевидении Пере, не на передачу Даже на музыкальную кухню В следующий раз Ой И забрать меня дома Уроки учить Но я все знала Это не справедливо Я кое-как Обстановка какая-то нерабочая А миру не дозвониться О, Господи Смай вообще вне зоны доступа Креативный директор Похожа с температурой Машины тела неизвестно Насколько Олины 15 минут Да прекратите вы уже Как маленькие дети Я вижу Чувствую Что это просто Совпадение Не более Вы паникуете На ровном месте Я Не ощущаю Негативной эмоции Значит Переживать Нет повода Ой Как хочется в это верить Ладно Надо Боссу напоследок Позвонить Ага Из чистой совести По домам Ой Анастасия Ирина Здравствуйте Амира Можно позвать А то на совещание Его нет Как телефон Дома забыл Вы думали Что он в офисе А они Сашей Из школы Не приходили Ясно Спасибо Анастасия Ильевна А да нет Все в порядке Наверняка Анастасия Ирина Ну возможно Зашли в кафешку После школы Перед совещанием А позвонить Сказать Что задерживаются Не смогли Анастасия Ирина Его телефон у вас Саша Наверняка Разрядился Она вечно Не отслеживает Этот момент Ладно До свидания А Амир Забыл Телефон Дома Да он Со своим айфоном Вообще не расстается Для него День без него Не начнется Я конечно Не верю во всю Эту мистическую чушь Но если бы могла Сегодня бы поверила Ой девочки Мне страшно А вдруг Амир Попал В беду И Саша С ним тоже Она же живет У них После очередного Отъезда Родителей Так Будем рассуждать Логично Они не могли Испариться Значит О господи Какой ужас Они исчезли Пропали А вдруг их украли Мамочки Я просто не знала Что плести Маме Амира Ведь это дураку Понятно Что ни в какое кафе Они не пошли Может полицию позвонить И что мы скажем Что наш 13-летний босс Не пришел домой Обедать после школы И на свое собственное совещание Вот с нас посмеются Давайте лучше скажем Что злой колдун Превратил их Саша В белых хомячков И они уползли В неизвестном направлении А потом закричим в трубку А-а-а! Помогите! Я думаю, что в этом случае больше шансов, что начнут расследование. Глупо как-то просто снимать на камеру, как вы бьете по мячу. А давайте делать свою телепередачу. А что, хорошая мысль. Вот только о чем. Как вы по мячу лупите, никому не интересно. Мне интересно, ну и не смотри. Мы снимаем, между прочим, великое открытие. Всемирного масштаба. Ну, раз больше нечего, давайте снимать про футбол. Вы с ума сошли? Это исключено. Вы что, не понимаете? Совершенно секретные данные. Никакого телевидения. Почему же? А мне нравится эта идея. Мы можем сделать самую крутую научно-спортивную передачу. Точно, пока будем снимать первый выпуск. А когда запатентуем открытие, покажем ребятам с телеканала. Вот будет здорово. Ну, ладно. Но только после того, как запатентуем. Ура! Мы будем снимать настоящую передачу. Нас покажут по телеку. Ура! А что вы тут делаете? А я лучше умею танцевать. А вы умеете танцевать, как мини-маус? Девочки, я тут подумала. Раз вы так переживаете, может, сами начнем следствие. Я для этого призову все силы. Ой, прям как шоу экстрасенсов. Алина, хорошая идея. Круто. Можно на основе этих поисков снять детское шоу экстрасенсов. Экстрасенсы Рубль Порецкий. Ура! Мы покажем наши поиски Босса и Саше в субботнем эфире. Дай Бог, до субботы они найдутся. А если нет, что тогда будет? Да прекрати ты уже. Не нагоняй панику. Таким образом, мы ребят найдем и шоу снимем. Да, решено. Алина, ты бежишь домой и отмазываешься от мамы. А мы вызываем друзей из Академии Яны Рудковской и сегодня снимаем все, что в наших силах. А затем даем объявление о кастинге экстрасенсов. А завтра снимаем сами поиски. А теперь погоним. Я так больше не могу. Я не могу здесь сидеть в четырех стенах и просто так ждать. Я просто сейчас с ума сойду. Ты понимаешь это или нет? Мне надо одеться сейчас и ехать уже туда. Что я здесь с тобой сижу? Дорогая. Что? Куда ты вот вскочила? Ты понимаешь, что это мой сын? Я все понимаю. Я куда ты вскочила? Я прошу тебя, пожалуйста, попей. Да не надо мне твоей воды! Дорогая. Двести восемьдесят пять раз я уже сказал, что у меня все под контролем. Вся московская полиция уже его ищет. Это значит, что через час позвонят, через два он уже будет дома. Это все твой канал. Я же тебе говорила, что это не детское дело. Где теперь мой сын? Дорогая, я тебя очень прошу истерики. Мы сейчас ничего не решим. Мы должны сохранять свой ум в трезвости. Да, я считаю, что его выкрали с целью выкупа. Но в течение двух часов мы это узнаем. Далее мы вычислим этих гадов. Ты даже не представляешь, до чего сейчас дошла техника. Техника дошла? Давай звони своему генералу. Что он тебе не звонит? Сказал же, через два часа минимум. И не звонит ни генерал, ни похитители. Никто нам не звонит. Знаешь, сейчас какая жизнь? Сейчас вот шел по улице, упал у сосулька и все. Настя, какая сосулька? Мой месяц на дворе. Я образна. Попей, подище. Дорогие наши анти-ньютоновцы. И вот сегодня с вами мы, горячо любимые вам ведущие передачи Анти-Ньютон 3.0. Через несколько минут на ваших глазах произойдет невероятное. Итак, опытный образец номер один. В студию. Представляю вам великое открытие современности. Мяч не промахайку. Я сейчас буду бить им по своим воротам. Однако мяч не промахайка, сделав фантастический рывок, окажется в воротах противника. Удар. Это была китайская ваза 17-го века. Одна из самых дорогих в мире. А-а-а! Вазу разбил! Я все маме скажу! Ты вазу разбил, что я ее любимое платье порезаю! Вот! Стоп! Снято! Очень плохой свет. Боюсь, картинка получится размытой. Повторяем мизансцену! Как повторяем? Давайте лучше оставим размытой. Может, так задумано. Вы что, не понимаете? Это мое имя! Мой имидж! И я не позволю позорить имя Эдуарда Владимировича Бубрикова внеплановым расфокусом. Не понимаю. Наши друзья в виде, как вы, Эдуард Владимирович Бубриков, можете сейчас думать, а видите ли какой-то картинке. Знаешь ли, приходится думать обо всем, раз мы решили снимать реалити-шоу на основе этих поисков. Тоже верно. Думаешь, мне не страшно за ребят? Мне очень страшно. Я же не бесчувственная какая-то. Мам, я не пойду. Как не пойдешь? Ты что, а зачем мы ехали сюда через всю Москву? Ты решила, ты настроилась, мы приехали. Ты что, надо идти? Ну, мам, я не могу, я не готова, понимаешь? Оказывается, не так просто зайти к чужим людям и сказать, вот я такая хорошая и программа моя самая лучшая. Всем привет. Что у вас случилось? Мелкий ничего толком рассказать мне не может. Только Саша, да Саша? Что случилось? Надо спасать, да? Да, Саша пропала наша. А мир мой пропал. Как пропали? Да мы сами-то толком ничего не знаем. Ой, Машка! Как ты с самолета-то спрыгнула? И не царапины? Марта, снимаем голливудский блокбастер. Девушка прыгает с самолета и остается невредимой. Справа подойди. Снимаем. Создаю эффект свободного падения. Ребята, вы чего? Да никакая это не магия ниоткуда я не прыгала. Рейсы держали на сутки. Мама решила, что лучше мне остаться дома. Эджи мне все вкратце рассказала, что случилось. Поэтому я сразу к вам. Да невозможно уже так! Ой, простите. Работай, работай. Мы больше так не будем. Извини нас. Спокойно, спокойно. Так. Вижу. Вижу. Там крутое помещение. Самок. Все закрыто. Что это за помещение вообще? Где это? Где это вообще? Вижу. Вижу. Камни. Много камней. Вода. Течет вода. Вода. Течет вода. Это... Это пещера! Как пещера? Как пещера. Как пещера! А-а-а! Вижу... Вот... Вот Саша! Вот с ней рядом Амир! Они... Они... Что они делают? Что они делают? Стоп! Они... Они обнимаются! Как обнимаются? Ужас! Ужас! Ничего не вижу! Что делать? Свет! Ну включите кто-нибудь побыстрее! Свет! Кеша, Кеша, вставай! Ну нет, не брата, недоразумение какое-то! Я его воспитываю-воспитываю! А без толку! Кеша, Кеша! Ну когда ты повзрослеешь? Нет! Не могу! Мне нужно хорошенько выспаться и восстановить силы! Так, подожди, подожди, как выспаться? Я что-то не понял! Меня срочно вызвали! Я, Эдуард Владимирович Бобриков, отменил все свои дела! Зарядил съемочную аппаратуру, бригаду! А съемка отменяется, потому что кто-то хочет спать средь бела дня? Да нет, это просто невозможно! Ничего не вижу! Ничего не вижу! Простите, но я правда не могу! Так, ладно, хорошо! Давай ты сейчас пойдешь в комнату отдыха, там ты сможешь отойти и поспать! А мы пока будем думать, что делать дальше! Думать уже некогда, надо действовать! Да, мы точно приступаем к активным действиям! Едем домой! А то не только Сашу потеряем, но и тебя еще заодно! Давай, полетели! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok